В Донецке презентовали уникальный и благотворительный музыкальный проект. Участники одного из певческих национальных талант-шоу создали мюзикл. Все вырученные деньги организаторы отдадут в детский интернат. Песни Майкла Джексона и Леди Гага в украинском переводе слушал Александр Певтиев. За полчаса до начала мюзикла гримерши готовятся к выступлению главной героя сказки. Дмитрий Ващенко уже в образе Водянова. Чушуя, перстни говорят о том, что я зажиточный водяной, я алчный человек, я не человек, точнее, я существо. Я пытаюсь всеми своими возможностями помешать любви главных героев, потому что у меня некоторые коварные планы по поводу русалки. Елена Диаманди сегодня в костюме ведьмы. Очень эмоциональная и может быть даже близка кому-то будет. Они просто поймут, что кохание может творить чудеса. Объединил талантливых дончан, идеолог и сценарист мюзикла Алексей Донцов. За минуту до выступления он проводит с артистами ритуал. Соединим наши руки поближе и покричим чуть-чуть. Легонечко. На сцене перед дончанами солисты работают вживую. Для мюзикла были отобраны 12 мировых хитов. Автор русалки сделал свои переводы на легендарные песни Майкла Джексона, Витни Хьюстон, Скорпионс и Леди Гага. Больше часа артисты держали в напряжении зрительный зал. Как и в любой сказке, в мюзикле «Русалка» победили добро и любовь. Любой желающий, кто пришел на мюзикл, мог внести пожертвования для детей-сирот. Все вырученные средства его участники отдадут в Донецкую школу-интернат номер 3. Александр Певтий, Владимир Пельгук, телеканал «Донбасс». Корректор А.Кулакова